Полицейский радар Трукам уже две недели как перекочевал страст на Одесские улицы. И теперь полицейские, вооруженные технологической новинкой, охотятся за лихачами. Вот только среди последних не все готовы признавать нарушения. Почему так, выяснял репортер. Когда в начале года в Украине появились радары Трукам, их представили как технику нового поколения, которая призвана заменить устаревшего предшественника Визир, имевшего ряд недостатков. Тогда специалисты отмечали его точность и минимальную погрешность. В основе работы лазерный луч. Сначала их опробовали на трассах, а после вооружили городские патрули. В Одессе радары разместили на Балковской и Люздорской дороге с перспективой расширения локаций. Мы работаем в местах концентрации ДТП. Пока первые две точки – это Люздорская дорога и Балковская. Также, если брать места аварийности, это и Николаевская дорога, и Фонтанская дорога, есть участки, Днепропетровская дорога. То есть есть места, но это будет понятно, что это будет передвижение через определенное время, о чем мы будем заблаговременно информировать Одесситов. В это же время общественные организации самостоятельно выясняли законность использования радара, разработанного инженерами самого НАСА. Мы выяснили о том, что они были поставлены всего лишь приказом МВД на баланс, без прохождения каких-либо специальных подготовительных, измерительных процедур, для того, чтобы измерять скорость. То есть на сегодняшний день я могу предположить, что выходя из Америки, они имели сертификацию, в Украине они сертификацию законную не получили. Что делает наше руководство полиции, будем считать, в Киеве? Они проходят лишь свидетельство про повирку. По словам активиста, Трукам появился у полиции благодаря приказу о взятии его на баланс МВД, но никаких сертификационных мероприятий не проводилось. Также прибор отсутствует в перечне измерительной техники, утвержденном Минэкономразвития. Даже факт систематической проверки радаров не узаконивает их использование в таких условиях, убеждает активист. Отправляемся на пост в районе автовокзала. Полицейские комментариев не дают, но любезно соглашаются показать документы. Среди них свидетельство про поверку и экспертный вывод о гарантии конфиденциальности полученных данных. Сертификата нет, говорят, все, что выдали. А вот первые мнения пойманных при нас водителях о точности работы Трукам разделились. Превысил скорость. Вы согласны с этим? Они говорят приборы электронные. Точнее не бывают. Ну вы верите ему? Нет. Вы сколько ехали? Не знаю, километров 60. Впереди же машина еще ехала. Скорее всего она ехала быстрее, да? Не знаю. Наверное. Что намеренно сейчас делать? Ничего, еще ждем протокол. Ну что поделать? 50 километров у нас разрешено, а я ехал 88, хотя это не предел для меня. Ну вы согласны с тем, что вы... Да, согласен. Ваш спидометр показывал 88 километров? У меня в милях. Так что я не могу вам сказать. Но у меня была стрелка, я могу сказать, что в районе 60 миль. 60 миль это примерно на наши 100 километров. Оба водителя без споров подписали протоколы и взяли у полицейских платежные реквизиты. Вести ту же линию поведения рекомендуют и юристы. Соблюсти все формальности на месте, а в случае несогласия обращаться в суд. Если в деле фигурируют рукам, нужно ссылаться на отсутствие сертификации радара. Сертифицирован он был в 2012, в 2015 отменена сертификация, и на данный момент он не сертифицирован. Вот, об этом просто нужно на это ссылаться. Копия этих сертификатов, копия этих приказов, которыми была отменена сертификация, можно скачать в интернете, а не в свободном доступе. То есть, про сертификацию нужно и можно заявлять. Кроме того, нужно и можно заявлять про отсутствие поверки. Поверять рукам необходимо раз в год. Таким образом, владея всеми юридическими деталями о рукам, вполне возможно обжаловать через Фемиду штрафы, выписанные на основании показаний радара. Наши собеседники говорят, что понимают важность борьбы с нарушителями, но ее эффективность разбивается о стену бюрократии, потому призывают власть внести необходимые правки как можно скорее.